Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня хотел бы с вами поделиться наблюдением, связанным с видеохостингом Routube, что он позволяет делать, как индексируются там видеоролики, какую выгоду можно из этого извлечь, и действительно ли Routube заменит YouTube, давайте в этом разбираться. Я как маркетолог постоянно ищу новые инструменты, которые могут привлекать аудиторию на товары и услуги, и не исключением стал Routube. Routube обновился, здесь появился новый функционал, и как вы видите, в апреле 2021 года я начал его тестировать, размещать здесь видео и смотреть, какая есть эффективность. На самом деле я вам скажу, что действительно Routube позволяет выходить на новую аудиторию не только через органическую выдачу самого Routube и системы рекомендаций, но и через поиск Яндекса и Гугла, и сейчас мы это посмотрим, потому что буквально час назад я выгрузил новый уникальный ролик на свой канал на Routube, больше его нигде нет, ни в Дзене, ни в Ютубе, только здесь. Я вообще думаю, дальше буду размещать сюда уникальный контент, поэтому не пропускайте, тоже переходите, регистрируйтесь и подписывайтесь на Routube, чтобы смотреть новые мастер-классы, которые будут только на этом канале. Вернемся к сути вопроса. Итак, я разместил здесь видеоролик по теме «Пошаговая настройка Яндекс.Директ». Сейчас мы увидим, какие методанные я здесь использовал, но сначала хочу показать результат. То есть по прямой ссылочке в Яндексе я нажимаю «Найти» и мы немного скроллим вниз. И сейчас мы видим, что, во-первых, индексируется значок видеоролика, который есть на Routube. Это очень круто, да, можно использовать для привлечения и выхода на целевую аудиторию. Также есть значки ваших видео, которые есть на Routube. Причем это даже лучше, эффективнее индексируется, чем значки с YouTube. Также, когда мы перейдем в блок видео, сейчас мы посмотрим. Ролик выгружен час назад, вот мы с вами видим, на Routube он находится, и он уже проиндексирован по прямой ссылочке. Я пошел дальше, я начал вбивать ключевую фразу, под которую я оптимизировал данный ролик. То есть, пошаговая настройка «Яндридирект 2022». Тоже нажимаю здесь «Найти» и мы видим, что сначала у нас есть сайты, потом ролик с YouTube, хорошо проиндексирован. Но, внимание, что привлекает ролик на Routube, который я выгрузил час назад. Вы понимаете, о чем это говорит? То есть, это бесплатный источник трафика, позволяет выходить на целевую аудиторию благодаря грамотному оптимизированному видеоролику, и вы получаете целевые просмотры от людей, которые заинтересованы в вашем видеоролике. И, конечно же, сейчас я буду активно использовать данный инструмент. То есть, смотрите, ролик выгружен час назад, он уже проиндексировался. Как я делал оптимизацию? Давайте посмотрим. Сейчас я нахожусь в редактировании видео. Здесь, по аналогии с YouTube, есть метаданные, это название. То есть, это ключевой запрос. Сейчас я вам покажу, как я его вычислил. И есть описание. В описании я использую description, то есть, анонс, о чем видеоролик, с вхождением ключевой фразы. То есть, инструкция, пошаговая настройка Яндекс.Директ, обучение Яндекс.Директ с нуля, да, контекстная реклама. Дальше ссылочка, она здесь активная, тайм-коды тоже использую, и хэштеги, которые с решеточкой, которые служат как рубрики. Дальше параметр открытый доступ, категория у меня образования, возрастные 18+, я не выбираю, потому что для всех возрастов, хотя по умолчанию ставится 12+. И также загрузить свое изображение я подгрузил до 1 мегабайта, размер должен быть. Дальше сохранить видео, и получается, что, сейчас я перейду на этот ролик, вот он запускается. То есть, про продолжительность 14 минут 3 секунды, опять мы видим страницу просмотра, видите, тайм-коды, они также активные сейчас, то есть, мы можем на них нажимать. Также активная внешняя ссылка на мою онлайн-школу. И также активные хэштеги. Но вообще для маркетолога это просто рай, здесь нужно использовать инструмент для того, чтобы загружать ролики, и были точки взаимодействия с целевыми клиентами. То есть, если вы что-то продаете, то, конечно же, надо активно начать развивать здесь свои каналы, потому что они хорошо индексируются, а пока все внимание людей, других маркетологов, специалистов на YouTube направлено. Здесь, опять же, можно успеть занять свою нишу. Таким образом, вот у меня полная оптимизация, и мы видим справа тоже похожие видеоролики. Здесь же, как подобрать этот ключевой запрос? Мы используем второй полезный инструмент, который называется Yumi. Я о нем тоже уже рассказывал. Здесь аналог VidaEQ платной версии, которая стоит 3000 рублей, но здесь просто за копейки. То есть, месяц обходится расширенный максимальный тариф 350 рублей. Вы представляете, в месяц для маркетолога, для бизнеса, что это такое, копейки, да? Но, что мы получаем? Мы можем проиндексировать, понять, какие ключевые фразы задают целевые клиенты. То есть, Яндекс.Директ, вот я ввел, нажимаю поиск. Сейчас идет поиск по всем ключевым фразам. Во-первых, это ключевые слова. Дальше мы можем посмотреть Google Тренды, популярность запроса. Дальше, наиболее просматриваемые ролики в этой теме. Вот у меня Яндекс.Дзен вышел. Это мой ролик на Ютубе, да? Ну и есть инструкция. То есть, сегодня я вам все это показываю. Итак, основной запрос. Поисковый объем 30 тысяч запросов. Эта статистика через опишку Ютуба идет. Ну, по аналогии можно делать оптимизацию и под Рутуб. Да, можно также воспользоваться ключевыми словами Яндекса. keyword.yandex.ru И здесь мы видим с вами запрос Яндекс.Директ. Дальше я его копирую. Ctrl-F. Вставляю. И теперь я вижу все ключевые фразы, которые используются с этим словом. Я делаю сортировку по поисковому объему. И мы видим настройка Яндекс.Директ. Яндекс.Директ. Обучение. Настройка. Дальше. Реклама. Да, там. Для начинающих. Контекстная реклама. Настраиваем. Пошаговая инструкция. Видите, вот эти триггеры, которые необходимы для того, чтобы включить их в оптимизацию. Вот я их и написал. Пошаговая настройка Яндекс.Директ. Да, здесь, конечно, можно еще сделать. Было обучение. Обучение, да. Видите, почему я принял решение настройка, а не обучение. Потому что настройка это 44 тысячи поисковый объем, да. А просто обучение это 15 тысяч, то есть мы сужаемся. Здесь у меня охваты будут шире. И вот таким образом, я ссылочку, кстати, на этот сервис тоже оставлю в описании. Переходите, используйте. Тут есть бесплатный тариф, можно протестировать, да. И вот таким способом я всегда собираю семантическое ядро и делаю оптимизацию роликов. Неважно, на Ютубе или на Рутубе. Тут суть одна, да. То есть мы выдергиваем с вами ключевые фразы, которые задает наш целевой зритель. И таким образом, вот у меня получается развивать. Давайте посмотрим, сколько у меня сейчас просмотров. То есть заходим во вкладку видео, мы видим уже 11 просмотров, да. То есть они набираются именно от целевой аудитории. Ну, плюс я еще сделал размещение в ВКонтакте. И также здесь можно, вот здесь, репост сделать и во все социальные сети. Facebook, тоже Twitter я сделал и Одноклассники, да. Другие я и мессенджеры не использовал. Вот таким образом, в течение часа у меня произошла индексация, ролик появился в выдаче Яндекса. И мы уже выходим с вами на целевую аудиторию. То есть, представляете, какая это золотая жила. Это нужно использовать. Поэтому, вот мое мнение, заменит ли он YouTube, я думаю, отчасти да. То есть для бизнесов, тем более, нужно этим пользоваться. Потому что здесь есть простора больше для действий. Пока не так насыщена эта сфера. И плюс Яндексу, конечно же, выгоднее продвигать видеоролики с Рутуба. Потому что это российская платформа. И весь трафик должен собираться внутри страны. Хотим мы это или не хотим, к сожалению, это реалии. И, конечно же, выгоднее бизнесам российским, чтобы трафик не уходил куда-то на сторонние сервисы. Поэтому мой прогноз, я думаю, конечно же, Рутуб будет активно развиваться. Возможно, даже он будет подчищать YouTube именно в выдаче поисковой. И в приоритете у нас будут ролики с Рутуба. Когда это произойдет? Вопрос времени. Да, но я думаю, все к этому идет. Поэтому можно это использовать, это индексируется, есть выход на аудиторию, есть активные ссылки. Самое главное сделать качественно оптимизацию и выгрузку ролика. Как делать выгрузку? Мы просто находимся с вами в творческой студии. Здесь справа вверху загрузить видео, перетаскиваем и все. По аналогии с YouTube, дальше заполняем метаданные. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Вот поделился своим мнением, только что загрузил ролик и показал результат. Также переходите по ссылочке в описании под этим видео на мой канал на Рутубе. Посмотрите, как там все устроено и настроено. Зарегистрируйтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать уникальный контент, который будет выходить только на Рутубе. Не забывайте ставить лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.